Наша съемочная группа считает своим гражданским долгом показать отношения простых советских людей, тех самых людей, именем которых клянется каждое новое правительство, к тому, что произошло вчера, 19 августа. Вы знаете, что было вчера в стране? Не знаю. Сняли Горбачева. И пошел он кедрю нефенит. А почему? А потому, что он вообще не нужен. Развалил страну, туда его не хай. А потом за шесть лет развалил, а теперь взялись за него. Вы боитесь разговаривать со мной перед камерой? Почему? Не. Говори, Вася, говори, что есть. Ну что Горбачева сама дал? Ничего не дал. Сейчас в том весне его. Он нам дал возможность говорить свободно, так мы сейчас с вами говорим. Какую свободу? Где она свободна? Ваши отношения к вчерашнему событию? Какие отношения? Я ничего не помню. Я не знаю. Они не снимают. А Ваше отношение к тому, что произошло? Трудно определить, зачем. Поживем, увидим. Поживать-то есть что? Живать-то есть пока что. Чего бы хотелось? Жить. Жить спокойно прежде всего. Для себя, для людей. Прежде всего вот это. Спокойно жить. Не в тревоге, а спокойно. Когда в Вашей жизни началась такая тревога, такая неуверенность? Да черт его знает. Наверное, года 3-4 назад вот так вот. Все какое-то неопределенное, непонятное. Что сегодня, что завтра. Вы хоть еще и молодой, но какую-то жизнь уже прожили. Самое счастливое время Вашей жизни? Ну, я думаю, это у любого человека, это детство. Нет, это же центральное телевидение. Страшно? Вы хотели, Вас перебило, простите. Да нет, пожалуй, не перебить. А Вы не боитесь говорить со мной? Вот в том-то и вся жизнь наша заключается, что все когда-то всего чего-то, вернее, все чего-то боятся. Вот это вообще такой вопрос нельзя задавать, я так считаю. Не должен человек ничего бояться. Человек должен жить спокойно. А мы боимся, почему-то у нас вот на родине, в своей России, мы чего-то всегда боимся. Это отвратительно. Спасибо. А Ваши отношения, Борис Николаевич Ельцин? Положительные. А Вы? Так же. А это правда, что он сказал, что... Это правда, что сказал он, что оружие можно покупать любого вида? Нет. Нарезное? Нет. Какое... Насколько я знаю, просто Борис Николаевич сказал, но это из голосов, это из BBC, что он сказал, что не будут преследоваться те люди, служащие армией, которые откажутся стрелять в население, которые откажутся повиноваться новому правительству. А автоматами не сопротивляют? Он очень боится провести крови. А зачем Вам автомат? Стреляют. Нам? Охранятся. От кого? От людей. От каких? От разных. Вы такой боязливый, Вы так боитесь жить? Я хочу жить, я еще своих детей не видел. Хорошо без автоматов, правда? Ну, трудно жить без автоматов. Хорошо, но трудно. Видите, читайте. Что было вчера? В стране. Свержение. Извините. Что? Свержение, что было в стране. Кого? Президента. Михаила Сергеевича. Ваше отношение к тому, что произошло? Печально. Как Вы думаете, как будут развиваться события в нашей стране? Еще хуже. Еще хуже будет. Крови будет много? Что так Вы думаете? Ну, что-то я не пророк. Понятно. Ваше отношение к новому руководству, которое пришло к власти вчера? Не знаю. Мы бы не знаем, мы не знаем. Я не смотрела, я спала. Не интересовалась ничем. Умарировалась, наработалась. И ничего не знаю. А Вы когда-нибудь жили легко и счастливо? А как я могу легко? Если я не грамотная, я всю жизнь проработала на винограднике. И все. Кенчей заработала и хорошо. А хорошо это как? Ну как? Ну как? Как понять? Чтоб войны не было, самое главное. И все. Кушать, чтоб было чего. А что можно еще сказать? Это наше счастье. И наших детям, и внукам. Год террора. Вот те годы. Вот тогда бы был порядок. Когда тогда? Ну, мы и так понимаем, что времена Сталина. Вот такое нам и руководство, чтобы навести сейчас в стране порядок. Ну и столько людей было в лагерях тогда вспомнить. Мы не считали их. Их и сейчас не меньше. Так думаем. Вы так видите, новое правительство обещает железный порядок. А еще ни одно правительство не обещало плохой жизни. Все обещали хорошего. Что было вчера? Не знаю. Что было вчера? Смена правительства. И твое к этому отношение? Хорошее. Что ты ждешь от нового правительства? Лучшего. А чего лучшего, ты думаешь? Что это будет? Будет много продуктов в магазинах. Вообще жизнь у людей станет лучше. Михаил Сергеевич уже не верил? Нет. Какое сегодня число? 20 августа. Что было вчера в стране? Военноположение, видимо. Как вы относитесь к тому, что произошло? Как? Этого и требовалось ожидать. Почему? Ну, все это велось к разрухе. Все это. Страна развалилась уже. Ясно было, что так и будет. Такое положение. Ваше отношение к новому правительству? Да, а что? Такое же, как и ко всем. Ваше отношение к тому, что в районах страны, в отдельных, как нам сказано, будет одиночество, взрывное положение и войска? Ну, это надо, чтобы демонстрации разные разгоняли, чтобы порядок поддерживали. А если придется стрелять, если вы будете принимать участие в боевых действиях, вы будете стрелять? Нет. Потому что там же наши матеряцы, братья и сестры. Где же вопреки присяге? Конечно. А вы? А? А вы будете стрелять, если придется? Не буду. Покажите мне такую страну, где славят тирана. Где победу в войне над собой отмечает народ. Покажите мне такую страну, где каждый обманут. Где назад означает вперед и наоборот. Не прощайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не отрыскать. Кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя эту жизнь назвать. Что там число? Я не знаю. А что было вчера странно, слышали? Ну? А что ну? Горбачев в отставку, что ли? Ну хорошо или плохо? Не знаю. Нормально будет. Извините. Добрый день. Вы телевизор смотрели вчера? Ой, нет. Мы отдыхаем. Мы не смотрели. Вот я лично специально не смотрела. Почему? Чтобы не отвлекаться от отдыха. Потому что приедешь в Москву, домой столько проблем. Может быть я очень несознательный человек. Но я вот только отдыхаю. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо.